Всем привет, друзья! Сегодня будет последний пакопинг в Тотти-Ивент у меня на канале. Я отыграл викинг-лигу, сквад-баттл, дивизионы, всё что угодно, задания даже. Выбил все. И у меня получилось 56 паков, чтобы поймать Тотти-карточку. Также, естественно, с рейтинга будем собирать ещё различные крутилки, поэтому паков будет больше. А также в этом ролике вы увидите багнутый пик 86+. Просто с невероятными эмоциями, поэтому обязательно досмотрите этот ролик до конца, а мы погнали открывать пакцы. Но в Тотти-Ивент всем нужны монеты, поэтому обращайтесь к моему постоянному партнёру Кириллу Кострову. У него лучший курс, быстрая доставка, а также гарантия от бана. Но и это ещё не всё. Если вы найдёте курс где-то лучше, то Кирилл Костров сделает его ещё выгоднее для вас. Также вы можете купить у него игры, подписки. Ну и про телеграм-канал не забывайте, там у него часто розыгрыши, всякие новости о FIFA, поэтому подписывайтесь, приобретайте монеты, но мы продолжаем. Давайте начнём сразу с неплохих паксов, 2.83+. Первый поехал, Швейцария, ВРТ, Кобель, может хотя бы нет, Соммер, почти Соммер, почти лет, хоть по погоде и не скажешь. Пак за 25 тысяч монет, золото, Франция, ЦЗ, Леон, но это не Ренард, да, это Мбок получается, да. Постоянно падал Ренард до ивента, а в ивент падает только Мбок, но это красота. Классика, как говорится. Так, это информ? Опа, первый информ сегодня, ФРВ, Хорват из Олимпии. Информ, блядь. 3 редких 85+, ну, решил разбавить, так сказать. Но то Нарума, и это одинарный вулкаут, 88, 87. Даунгрейднули, пацана. Опа, и информ Лофтус Чика. Кстати, прикольный информ, на самом деле, если будет какой-то апгрейд интересный, он может влететь как миленький в мой складик. Так, 2 редких 80+, ну, это как-то не весело. Испания, ПЗ, Барселона. Конечно, я же всех из Барселоны уже переловил. В прошлый раз правых защитников. Всех, кроме Аннабатл, который у нас, естественно, в Тоте. Что, давайте вскроем еще один крутой пак. Набор с 5 полузащитниками, 83+. Может быть, повезет. Нет, не повезет. Это кто? Это облак. Нет, это лоботик. А, полузащитники, естественно. Кой нахер облак? Класс, 84. Так, я подсобрал пару пакцов с 2 редкими 85+. Давайте откроем один из них пока что. Это информ. Сразу же видим информ. Польша. ФРВ. Но это не Ливандовский, да? Это какой-то Челик. Истанбул, Басшак, Шекир. Это у нас Пятек. 85-й рейтинг. Кстати, интересный факт. В команде недели только игроки выше 85-го рейтинга. Это очень круто. Не будет квик-информов. Это уже замечательно. Ибану. Класс. Ибану. Я сейчас тебе как ибану. 2,85 плюс за Викинг Лигу. Продаваемый пак. Франция, ЦФД, Бензема хотя бы. Спасибо и на это. Может, двойной? Спасибо, что хотя бы так. Еще и Анри в паке. Ну, просто легенда. Из пака. Это Квича. Кварацхелия. Может, двойной? Пожалуйста. Нет. Ну, просто не завозим. Испортс прям говорит. Зачем ты открываешь паки? Нету смысла. Арауха? Я что-то уже так забыл, что тут существуют какие-то уругвайцы хорошие. Тем более на ЦЗ. Норвегия, ЦАП, Одегар. Ну, хотя бы Одегар. Хотя бы Одегар. Да, не тот и двойной. Кстати, это двойной волкаут. И тут у нас какой-то Голдбич Модрич. Почему бы нет? Алжир. Ну, хотя бы Морес хотел я сказать, но это даже не Морес. Это Бенасер. Только не это опять 84. Ладно, забудем эти 84 паки. 11, 81+. Тут тоже золотая карта. Ямайка. Люк Шоу. Ой, бля, какой Люк Шоу. Короче, Шоу. Какая-то баба. Известнейшие фамилии левого защитника из Мачестера Юнатеда. И Дэвис. Это неплохо, конечно. Это очень неплохо. Но, опять же, лучше бы он был в Тотсах или Тоте. 5, 84+. Угу, спасибо. Франция. ЛЗ. Батча. Она пропала из команды информов, но падает мне теперь жарно. Да? Ну, это не очень круто. И нападающих 85+. Ага, спасибо. Англия. ПФА. Дайте МИД хотя бы. Хотя бы МИД. Двойной волкаут и МИД. Угу. Отлично. МИД и одинарный волкаут. Соответственно, что, 2,85 у нас там лежит, да, в паке 83,85+. А, ну это неплохо. Это красиво. Белая среди черных. Оу май. Пак какой-то кубка. Open, here open. И тут у нас Англия, ПЗ. Барселона. Англия, ПЗ. Бронз. И это двойной, кстати. Это еще и МИД. Замечательно. В таком паке, кстати, неплохо реально увидеть 2,87. Если еще что-то будет 85, 86, то это вообще гуд. Вот такие паки всегда просто 84+, и нападали 86, 87, 85. Так, давайте откроем набор разных компаний. 85+, тут может упасть что угодно, судя по описанию. Попробуем, может быть, повезет. Это зеленая карта, там, по-моему, их немного хороших. ЦОП. Кисьеда. Немного хороших и падает. Нехорошие. А тут Германия, ЦП. Тони Кросс. Нет, это Барселона. Это Гюндаган. И он один. Один-одинешник, братик. Так, 5 полузащитников, 83+. Италия. В РТ. Донорума. А, почему полузащитников? Я что-то не то сказал. Там защитников было разве? И просто 583+. Я нифига не понял. Видимо, были защитники, да. Так, давайте пак за Викенд Лигу. Набор редких игроков. Один пока что откроем. Потом следующий ультимейт откроем. Пранция, ПП. Говно. Ну, это за Викенд Лигу, да. Сразу видно. 20 редких, 82+. Это Спешл. Это Информ. Это Хорват. ЦП. Модрич какой-нибудь? Я не понял, нихера. А, это Модрич плюс какая-то Спешл, да. Я думал, два Модрича выпало. Просто посмотрите на это. Просто посмотрите. Ну, Куатес, неплохо. Воу. Что за пак? Что за пак? Четыре Информа в одном паке? Серьезно. Конечно, когда они стоят теперь 20 тысяч, просто вообще легче простого их ловить. Остается всего 8 пакцов. В принципе, все паки замечательные. Просто замурчательные. Три защитников 85+. Спешл карта. Франция. В РТ. Лиль. Понятно. Это Шевалье. Еще кто? Еще один Информ? Два Информа в одном паке. Но это на самом деле круто. Ну, типа Спешлки. Прямо на обложке. Я такого за всю FIFA, наверное, не видел. Видимо, Информов подкрутили жестко, но вот Тотти как будто укрутили. Спешлки даже нету. Франция. Соб Канте. Нормально, блин. Ну, кто там еще? Уф. Я думал, Кевин Дубрюй, но я еще не понял. Но это Дейон. Да, было похоже сбоку. Так, давайте три нападающих 85+, засейвим. Пока что откроем набор ультимейт. С которого, естественно, выпадет, наверное, 84-й рейтинг, да, как всегда. Нет, это Модрич, это, ну, одинарный волкаут. Но хотя бы 87-й. Я с ультимейта даже таких карт не ловил в последнее время. Ну, это, в общем-то, и все. 20-82+. Золотая карта. Не Спешл. Англия. ФРВ. Остановила. Чего? Чего? Это, надеюсь, бабы хотя бы Дали, да? Дали 85. Лучше, чем ничего, но это грустно. Снова 20-82+. Дайте Тоти, ну, дайте хотя бы номинанта. Германия ЦОП. Кимих? Кимих. Двойной может быть? Двойной. Это уже хорошо. Можно в сборочку его куда-то и облак. 88-й карты, в принципе, неплохо, но хочется увидеть синее свечение. А так пак добротный, кстати. Тут снова не видим синее свечение. Там вообще Кейлор Навас. У него, по-моему, даунгрейд там лютый. А, подожди, стой, ПСЖ. Он что, обратно перешел? Да. Видимо, он был в ориенте точно. Ну, все равно это капец, 85-й рейтинг в паке 20-82+. Это прям жестко. Опять куча дублей, куча дубликатов. Их просто не заменить. Но если у нас много дубликатов, то что мы делаем? Правильно, собираем кумира. 88-й плюс на выбор. Закидываем плашечку сюда, вот такую красивенькую и яркую, да? И открываем. Фух, первый кумир. Физподготовка 85. Защита 99. Это Херу, да? Фернандо Херу. Да, это он. Это Фернандо Херу. Но это было очевидно. Защита 99 только у него, по-моему. Следующий кумир. Тут, надеюсь, будет более такое вот неочевидное что-то. 82 физподготовка. Защита 95. Только не говорите, что это Мальдини. Я его только собрал. Я только собрал Мальдини. И это очень похожие статы. Италия. Мальдини, блядь. Вот, сука, ну это бесит, блядь. Я в прошлый покопанинг собрал этого ебучего Мальдини. И теперь мне падает Мальдини. Какая хуйня. Третий кумир. Я не знаю, это просто бред. Надеюсь, что повезет. О май гад. О май гад. О май гад. Ударилась 6. Скорость 82. Хаджи. Спасибо, Испортс. Просто спасибо. Это просто, блядь, не объяснить. Ну что это за бред? Ну серьезно. Ну почему я его, блядь, только собрал? Ну, наверное, Фернандо Хьера возьмем, чисто по приколу. Я просто не знаю, не вижу смысла брать тут Мальдини или кого-то еще, или Хаджи. Если это просто бесполезные карты. А Хьеру, ну, может понадобиться. В принципе, у него даже игровые стили, ну, такие неплохие. Плюс передачи. И за 49, я думаю, все равно круто. Возьмем, пусть будет. Надеемся, что просто в оставшихся паках повезет, потому что это просто... Как, как? На это можно смотреть. Давайте еще сейчас достанем Мальдини из антрейд пака, и все, и будем счастливы, как никогда. Дайте Тотти. Ну, синюю карту бы уже дали просто, даже номинанта. Опять это мид, да? О май гад. Ну, или Сака. Ну, это двойной. Это Сака и двойной. Давайте мид сюда, да, еще? Блядь! Я не знаю. Ну, это же неадекватно, да? Таймаут, блядь. Это мне нужен таймаут, блядь, после этого ивента Тотти, когда я не ловлю ни одной Тотти карты. Честно, по крайней мере. Ну, и 2083+. Дайте синего. Синий! Синий! Уругвай. ЦП. Это Вальверде! Это Вальверде! Это Вальверде в последнем паке. Да, это не Тотти. Да, это не прям крутая супер-мега-карта. Но это, блядь, номинант Вальверде. Он стоит даже денег. Он стоит 600 тысяч монет. 650. Я счастлив. Честно, я очень счастлив. Три звезды на финтах. Опустим это, конечно. Но, как обещал, я покажу свою реакцию на боговый пик с Тотти Месси. Приятного просмотра. Его уже нельзя получить. Его уже просто удалили. Везде и вся. Но я успел его собрать на одном-единственном аккаунте. И жаль не на первом. Это второй аккаунт. Пик есть. Всем падает Месси. Я надеюсь, что мне повезет. Я надеюсь, что мне повезет. Один из трех игроков в лиг Тотти 86. Если не сейчас, то когда... Хотя бы какой-то Тотти, да? Это второй аккаунт. Тут у меня вообще нет состава. Нет ничего. Вот есть только один пик. Пух. Одна попытка. Один шанс. Больше не будет. Погнали. Даже тут. Ничего не падает. Я в шоке. Я просто в шоке. Даже в этом пике, в котором, сука, всем падает Месси, мне ничего не падает. Что скрутили, блядь? Что с компанией? Я не понимаю, что я испортюсь, блин. Если они всем дают карту, но вы дайте, блядь, всем уже ее бесплатно. Ну что за прикол? Кто успел, получил Месси. Кто не успел, не получил Месси. Кто успел, еще и не получил Месси. Я просто в шоке. Я не знаю, что это за приколы. Получил Месси. Спасибо. Всем упал. Всем знакомым упал Месси. Всем в пабликах упал Месси. Кому только не упал Месси. Все счастливы, здоровы. Один я как долбою. Даже на втором аккаунте его не получил. Но это прикол. Блядь, нахуй. Просто твари, блядь. Всем. Все поймали Месси, блядь. Все нахуй, блядь. Правда, уже пересталился. Спасибо. Ну что, вот такой вот получился для меня тот ивент. Я не поймал ни единственной Тоти-карты. Это первый год, когда я это делаю. Это немного грустно, реально. Даже когда в богованном пике мне не падает Тоти. Когда я открываю больше 400-500 паков, у меня ничего тоже не падает. Когда я открываю пик с кумиром, у меня и падает дубликат за 1.200.000. Это невероятно обидно, потому что пару месяцев я вообще играл без крутилок, без паков и так далее. Не улучшал состав. Я думал его улучшить во время Тоти-ивента. Но, видимо, зря. Лучше бы я постепенно открывал пакцы, что-то падало. Вот, например, даже сейчас, в последнем покупнике, я не сейвил паки. Я просто накопил 50 паков за условные 3-4 дня. И вот, на тебе. Когда 25 паков из этих просто были шлак, все равно Тоти номинант Вальверда. Все равно повезло. Ну, а вам я хочу сказать спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Обязательно. Ну, а с вами был Лимур ФК. Всем удачи. Всем пока.